Добрый день, уважаемые участники нынешней конференции. Я хочу особо поблагодарить нашего председателя за то, что повысил меня от уровня рядового оператора до спикера на нашей конференции. Итак, приступим. От момента издания книги Бориса Михайловича Шапошникова «Мосгармия» прошло 97 лет. Это выдающийся труд, который является гениальной методической рекомендацией для определения того, каким образом и какие события предшествуют начала войны. Я воспользовался этой книгой и хочу доложить вам о том, какие факторы доказывают то, что мы находимся в преддверии региональной войны, куда Молдову втянут. Итак, транспортные артерии под заголовок. Из истории мы помним, что в 1876 году паводком смыло деревянный мост через реку Пруд в районе города Унгена. Чтобы быстро и эффективно переместить российскую армию в Румынию и далее в последующем освободить от турецкого ига Румынию, Болгарию, Сербию, русский император нанял французского гастарбайтера, некого Густава Эйфеля, который построил мост через речку Пруд, железный мост через речку Пруд, и который являлся основной артерией для перемещения войск, муниции, фуража и так далее и тому подобное. История повторяется. В наше время, чтобы эффективно и быстро, важно очень слово быстро, в течение двух-трех часов переместить румынские, французские, американские войска до Приднестровья через всю Молдову, с запада на восток, натовские стратеги за деньги молдавских налогоплательщиков укрепили семь существующих мостов и одну дамбу через Пруд, а также соорудили в районе Леова военную понтонную переправу. Сколько наши уважаемые и любимые сандулята украли на строительстве вот этой самой военной переправы, понтонной переправы, это отдельная история, и о ней поговорим в следующий раз. Но хочу на одном нюансе остановиться. Скажите, неужели в НАТО сидят дурачки, которые верят в сказку о том, что в генеральном штабе российской армии не знают и не обладают точными до седьмого знака после запятой координатами моста в Лепканской таможне, Дамбы-Костешт, моста Скуленской таможне, Унгенского железнодорожного моста, моста Леушенской таможни, Леовской понтонной переправы, Когульского таможенного моста и двух старого и нового джуржулешких мостов. Логистика. Следующее подразделение моего доклада. В Молдове проведена актуализация всего зарегистрированного в Молдове транспорта повышенной проходимости. Я сейчас говорю о внедорожниках и о грузовиках, которые после начала мобилизации будут реквизированы для нужд армии. Хочу заметить, что первыми будут реквизированы автомобили повышенной проходимости, так называемые джипы, которые находятся в собственности юридических лиц Республики Молдова, невзирая на вид собственности, государственные, частные и любые другие, коллективные, колхозные. Ну а дальше следующий этап, понимаете, что и у таких, как я, заберут джип в пользу армии. Следующий аспект. Преодоление водной преграды Днестр. Мы только что поговорили о преодолении водной преграды Прут при помощи восьми переправ. Это позволит войскам в объеме 60-70, извините, тысяч военнослужащих плюс какое-то количество тяжелого вооружения переправить через речку и добраться до речки Днестр в течение двух-трех часов. Значит, для того, чтобы перейти реку Днестр, а это является достаточно большой естественной водной преградой, были произведены следующие манипуляции на сегодняшний день. Из дамб из водохранилищ по Днестру выше по течению вся вода была сброшена. На уровне Хатина Днестр обмелел полностью. И это говорит только о том, что в случае, если нужно будет активно форсировать реку Днестр, скажем, условно русские разбомбив одну или другую дамбу, они заполнили бы Днестр водой и сделали бы ее труднопреодолимой. Поэтому вот эту опасность, которую может нести для румынских и других условных нападающих, ее преодолели тем, что воду спустили. А если вдруг пойдут дожди, то они могут эту воду собирать в этих водохранилищах и все течение реки Днестр вдоль от Сорок и до Террасполя фактически довести до речки, которую можно пешком перейти вброд. Несколько слов о вооружении наших друзей. Чтобы было понятно, почему я останавливаюсь на необходимости учитывать такие факторы, как быстрое преодоление водных преград. На сегодняшний день вооруженные силы наших братьев румын имеют на вооружении 640 буксируемых гаубиц 122-го и 152-го калибра, 200 РСЗО типа ГРАД, это еще вот модификации бывших советских, 1200 БТРов на базе советских БТРов и 68 швейцарских БТРов, 170 БМП и порядка 500 танков модификации бывших советских танков. Значит, вся эта железная армада по логике должна будет преодолеть вот эти полторы сотни километров в очень короткое время, поэтому, собственно, я и остановился на логистике. Следующий аспект приближения к войне – о медицинском обеспечении. Каждая война – это всегда люди раненые, люди контуженные, люди, которым надо оказать помощь. И среди общей массы военнослужащих, которые попадают под раздачу, под военную раздачу, всегда есть люди первого сорта, второго сорта, ну или, скажем, люди с большими погонами или с погонами иностранных государств, которых в первую очередь надо защитить. 13 февраля 2023 года Молдова получила в подарок от фонда ООН, фонда ООН в области народонаселения, получила 20 автомобилей Toyota Land Cruiser 78, которые были оснащены как кареты скорой помощи, как медицинские кареты. К сожалению, никто из журналистов не задался вопросом, а почему такая неудобная для скорой помощи машина была подарена... А, кстати, это было подарено Молдове за счет денег правительства Соединенных Штатов. Они там что-то около миллиона долларов на это дело потратили. И никто из журналистов не задался вопросом, а с какого перепуга Молдова, где ситуация с дорогами обстоит достаточно хорошо, нам не поставили обычные микроавтобусы, где гораздо все удобнее можно организовать. А сделано это вот почему. Если обо всем остальном, о чем я говорю, я говорю как дилетант, то в области внедорожников я немножко разбираюсь. Я уже почти три десятка лет занимаюсь так называемым джипингом. Это вот специальный такой экстремальный спорт. В мире на сегодняшний день есть всего три автомобиля. Три внедорожника, которые могут заехать в воронку от ФАП 1500 и выехать самостоятельно из-за этой воронки. Имея не просто повышенный крутящий момент при низких передачах, но имеющий достаточно серьезный ресурс в других технических вопросах. Это три автомобиля. Это лангкрузер Тойота 78, лангкрузер Тойота 105, не сотка, которая у нас по Кишиневу бегает, а 105, и патрол Ниссан Y61. Это три базовых автомобиля, которые вылезут из любой ямы. Значит, эти автомобили нам послали для того, чтобы иметь возможность выводить с поля боя или с точки соприкосновения противников, выводить раненых людей, вывозить. Вот такая грустная история, о которой никто не говорит. Более того, 20 автомобилей такого класса, они в состоянии обеспечить вывоз раненых примерно с линии соприкосновения 20-50 километров боевых действий. Это вот примерно то, что может означать окружение Ковбасной или Террасполя. То есть фактически мы получили ровно то количество этих скорых помощь внедорожников, которые могут обеспечить медицинское обслуживание раненых на поле боя. Так, и еще один момент в рамках медицинского обеспечения. На сегодняшний день в рамках одного из медучреждений Кишинева работают 30 специалистов-медиков в области военно-полевой хирургии, которые обучают наших медиков логистики, каких больных как сортировать, не больных, а раненых. Каким образом? В первую очередь купировать ранения, рваные ранения от осколочных ран, от пулевых ран, ну и естественно контузии. И особое внимание проходит в обучении быстрой ампутации конечностей, когда уже невозможно ничего спасти. Это уже сейчас здесь происходит. Может быть даже сейчас, пока мы с вами разговариваем, процесс этот идет. Следующее подразделение, на которое я хотел бы обратить внимание. Позвольте мне закончить все-таки. Извините. О людях с низкой... Тогда я чуть-чуть быстрее ускорюсь. О людях с низкой социальной ответственностью. Две минуты еще, давай, две минуты. Так уж, так уж. Два минуты. Тогда может быть мы сделаем иначе. Я не буду сейчас останавливаться в докладе. Я просто опубликую этот текст, и мы соберем все ваши адреса и всем вам отошлем. Тогда я перейду сразу к завершающей части. Тут много аспектов. Тут аспекты о деньгах, о резервах ПВО, о людях и о человеческом ресурсе военном, о оружии, обучении, подготовке молдавского пушечного мяса и так далее, и так далее. О промывке мозгов. У нас, к сожалению, в 2023 году, в феврале месяце, были приняты поправки к Уголовному кодексу, согласно которому любой гражданин Республики Молдова, который не согласен с этим курсом, провоенным курсом, может быть объявлен к Атре де Торде Патри и привлечен к уголовной ответственности с дальнейшей отсидкой до 25 лет. Эти статьи закона, им показалось, пасовцам показалось, что эти статьи закона недостаточно жесткие, и они собираются в ближайшее время сделать еще дополнение и изменение в этих статьях Уголовного кодекса для того, чтобы любого, кто попытается публично высказываться против войны и аргументировать свои высказывания, любого привлечь к уголовной ответственности, запугать, а может быть даже, ну и того хуже, ликвидировать. Итак, перейду сразу к выводам. Надеюсь, вы прочитаете мой текст, когда он будет на бумажном носителе. Я уверен, что вероятность наступления этого сценария, сценария втягивания Молдовы в войну, равен 95%, то есть очень высок. Но даже если вероятность втягивания Молдовы в войну будет 99% в периоде, то мы все равно не должны опускать руки, мы должны делать все, что от нас зависит, для того, чтобы остановить тех, кто хочет втянуть в нас войну. Там есть очень интересный раздел, где оценивается наш потенциал Молдовы как втягивание войну в качестве пушечного мяса. Это порядка 120 тысяч человек, которые могут погибнуть, имея форму и погоны. И неизвестно, какое количество могут погибнуть из мирного населения. Вы обо всем этом прочитаете, но мы должны сделать все, чтобы это все безобразие остановить. Я не знаю, что еще надо сделать, но как минимум я для себя решил, что если эти друзья нас втянут в войну, то я уже сделал себе партизанский жетон, на котором написано Молдова, Калдарий, Игорь, я уйду в партизаны, воевать против этих уродов. Спасибо.